Друзья, привет! Это H8 Pro, беспроводной ручной пылесос от компании Jimmy. Компания работает 28 лет, является одной из крупнейших в мире по разработке и производству пылесосов. Да и у меня на обзоре уже была парочка их моделей. Пока я продолжаю тестировать сразу несколько смартфонов и ноутбуков, уборку в квартире никто не отменял. Так давайте немного отвлечёмся и разберёмся, насколько хорош этот пылесос, какие имеют плюсы и минусы. Естественно, обзор как всегда будет объективный. Если найду недостатки, обязательно вам о них расскажу. Ну что, к делу. Комплект поставки богатый. В коробке вы найдёте сам пылесос, основную насадку, турбощётку с мягким валиком, дополнительную турбощётку для мебели, металлическую трубку, две щелевые насадки, насадку-щётку с мягкой щетиной, соединитель колена и гибкий шланг для уборки в более труднодоступных местах, а также зарядку для аккумулятора. Ну и инструкция на русском тоже в наличии. В целом для Джимми всё довольно привычно. Непривычно мне лишь подставка под пылесос. Она напольная, база увесистая, по полу не катается. Защёлкиваете на неё верхнюю часть, далее сверху ставится пылесос в сборе, а рядом можно закрепить блок питания. Как решили убраться, достаёте пылесос, отщёлкиваете щётку из вертикального положения и можно начинать уборку. По зарядке, какого-то специального коннектора, чтобы пылесос заряжался сразу после установки на базу, у Джимми H8 Pro нет. Кабель надо вручную вставлять в пылесос, и я считаю это минусом. Но зато аккумулятор тут съёмный, а в комплекте есть отдельная база для зарядки аккумулятора. Так что при желании вы можете или воткнуть зарядку прямо в пылесос, или просто заряжать аккумулятор отдельно, используя съёмный блок. Касаемо же самой напольной подставки, то я назову это скорее не минусом, а особенностью. Кто-то в силу своих аргументов не может повесить пылесос на стену, и вот для них подобное решение как раз будет актуально. Хотя я конечно сторонник того, чтобы вешать подобные пылесосы на стену в неприметном месте. Теперь внешний вид. Джимми H8 Pro смотрится довольно необычно, и могу сказать, что внешне мне нравится. По крайней мере он точно не копирует конкурентов. Из особенностей отмечу большой дисплей на верхней панели, на котором отображается заряд батареи и выбранный режим мощности. Не знаю, насколько много он тратит энергии, но штука информативная, а с автономностью забегая наперёд проблем тут никаких. Ну и помимо заряда и режима он показывает состояние фильтра и кода ошибок в случае поломки. Мусоросборник сбоку. Нажимаете кнопку, открывается крышка, высыпаете мусор, закрываете крышку. Если же надо почистить более тщательно, поворачиваете с другой стороны капсулу, в которой находится фильтр HEPA-13 и вынимаете её. Тут уже можно провести более детальную разборку и чистку корпуса. Объём пылесборника 0,5 литра. Составные части естественно можно мыть. Главное не забыть просушить их перед сборкой и использованием. Основная щётка также чистится очень легко. Нажимаете подпружиненную кнопку, вынимаете валик и всё, можно удалять грязь. Вообще качеством я доволен. Пластик пылесоса хороший. Сборка тоже нареканий не вызывает. Сделано добротно, щёлкают фиксаторы чётко. Кнопка запуска находится наверху. Рядом клавиши выбора режимов работы. Держать кнопку не надо. Нажали и можете пылесосить. С одной стороны заряд так тратится активнее, с другой у этой модели реально нет проблем с автономностью. А вот то, что кнопку не надо держать постоянно, удобство явно добавляет. Мощность всасывания H8 Pro 160 аэроватт. Сила всасывания 25 тысяч паскалей. Доступно 4 режима работы. Эко, авто, турбо и макс. Для ламината совершенно хватает эко режима. В нём пылесос работает и тихо, и долго. Но автоматически полезен тем, что пылесос сам выбирает, какую в данный момент выставлять мощность. К примеру, он увеличивает её при переходе на ковёр. Для уборки квартиры этот режим наверное наиболее удобный. Проверка на качество уборки весьма традиционная. Рассыпал на ковёр разные крупы, чуть втёр их рукой внутрь и попробовал убрать. Пылесос без особых проблем собрал весь мусор. Отмечу, что мелкие крупинки совсем не сильно разлетаются в стороны. Видел я гораздо менее качественную сборку подобного мусора. Возможно помогает насадка. Это турбощётка с мягким ворсом. На ней кстати есть колёсики, так что катать пылесос не сложно. Рука не устает. Вообще ощущение немного непривычный. Пылесос от вас как будто уезжает. Турбощётка на колёсах тащит вас за собой. В итоге пылесос скользит даже больше ожидаемого. Впрочем, на качестве уборки это не сказывается. Просто надо привыкнуть к такому эффекту. При длительной уборке думаю это должно помочь меньше уставать. На коврах с плотным ворсом эта щётка естественно довольно быстро замыкается и перестаёт вращаться. Это общая проблема. На моей памяти ни один пылесос такого типа не был в состоянии справиться с плотным ворсом. Также в комплекте есть небольшая турбощётка для уборки мебели. Дивана, кресла. В таком виде пылесос можно использовать и как автомобильный. Щётка моторизованная, поэтому собирает мусор очень даже неплохо. И вот что порадовало. С этой насадкой в максимальном режиме реально получается очищать плотный ворс на ковре. Она не стопорится. Так что при желании данную насадку реально можно использовать при очистке ковровых покрытий. Есть также пара насадок для уборки в труднодоступных местах. Можно пылесосить между подушек дивана или убрать пыль с плинтуса, к примеру. Плюс есть специальное колено, с помощью которого можно пропылесосить под диваном или кроватью. В целом для пылесосов Джимми это стандартный комплект. Что по времени работы? Аккумулятор состоит из 7 блоков по 3000 мАч. В эко-режиме с использованием основной модернизованной насадки он живёт как-то даже неожиданно долго. 40 минут непрерывной уборки. Причём я замерял, он стабильно тратит 10% за каждые 4 минуты. Расход совершенно линейный, даже после того, как остаётся 10-20% батареи. И даже после 40 минут без перерыва моторный блок холодный. Тут работает вентилятор, выдувая тёплый воздух. И видимо делает это весьма эффективно, потому как пылесос остаётся чуть тёплым. В турбо-режиме пылесоса хватило на 20 минут, а в максимальном на 13. На самом деле это очень хорошие результаты для беспроводного пылесоса. Время зарядки батареи такое. За два с половиной часа она у меня зарядилась на 52%. От 0 до 100 понадобилось 4 часа 50 минут. Касаемо шума. Я замерил его уровень в разных режимах. В эко это примерно 72 децибела. В турбо 75-77. В режиме макс доходит до 78. При пиковой мощности пылесос реально громкий. А вот в эко уровень шума довольно небольшой. Что по ценам. Джимми H8 Pro в рознице продаётся за примерно 18 тысяч рублей. Ссылка будет в описании. Ну что могу сказать. H8 Pro имеет ряд особенностей, которые выделяют его среди конкурентов. Это и большой дисплей на рукоятке, и напольная база для хранения пылесоса, и автоматический режим выбора мощности, который ранее на пылесосах Джимми я не встречал. Явных недостатков я у аппарата честно говоря не увидел. Так что если стоимость вам кажется адекватной, смело можете рассматривать H8 Pro для покупки. Теперь жду вас в комментариях. Как вам Джимми H8 Pro? Пишите. Можете также посмотреть сравнение Asus Zenfone 9 и Google Pixel 7, или тест Xiaomi 12T Pro и OnePlus 10T. Подписывайтесь на канал, и до скорого!